добрый вечер сегодня 3 октября в студии сильных новостей мария портова в беларуси словили извращенца который ворвался в дом и надругался на 12-летней девочкой водитель который в январе насмерть сбил 11-летнего мальчика снова сидит погода снова чудит на гомельщине вновь проснулись мошки и кусаются подписывайтесь на наш канал пишите комментарии и не забывайте ставить лайк либо люди слишком смелые либо у них 9 жизни о чем это я подписчик сильных новостей поделился видео как на моховом переезде люди перебегают железнодорожный переезд прямо перед поездом зачастую это делают пожилые люди но иногда можно заметить и молодых родителей с малышами в коляске по словам читателя происходит такое регулярно конечно местных понять можно ведь ждать по 5-7 минут когда поезда рядом и близко нет такое себе но ведь многие лезут прямо под состав предупредить о своих родных и близких что так делать категорически не стоит берегите себя и своих близких в беларуси задержали педофила который пришел домой к 12-летней девочки и заставил раздеваться угрожая ножом в милицию обратила жительница клетка и рассказала что неизвестный напал на ее 12-летнюю дочь девочка играла во дворе когда к ней подошел пьяный незнакомец школьницу это смутило и она убежала домой но вот входную дверь закрыть забыла незнакомец зашел в квартиру и заставил девочку раздеваться угрожая ножом после чего совершил насильственное действие сексуального характера после этого девочки удалось сбежать педофила задержали очень быстро им оказался 41 летний местный житель который рассказал что был сильно пьян заставил девочку раздеться и потрогал ее все части тела теперь извращенцу грозит до 15 лет тюрьмы жительница мозыря вызвала такси но водитель не пустил ее в машину что же там такое произошло 4 сентября в мозыре женщина вызвала такси через мобильное приложение вскоре во двор приехала красная киарио только вот поездка не состоялась когда девушка с маленьким ребенком на руках подошла к автомобилю и дернула за ручку то не открылась водитель отъехал назад развернулся и уехав оставил женщину в недоумении как выяснилось позже водитель повел себя так потому что в машине не было детского кресла однако в такси наличие специального удерживающего устройства не обязательно в итоге таксиста привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров кстати я не раз таким сталкивалась вызываешь детский тариф и машину очень сложно найти и не факт что она приедет а вот обычное такси очень часто отказывает водитель который насмерть сбил 10-летнего мальчика в могилеве и вышел на свободу по амнистии снова сидит сильные новости уже рассказывали эту историю трагедия произошла в январе в могилеве проезжую часть по пешеходному переходу переходил 10-летний мальчик которого сбил водитель мальчик скончался на месте а скорость была превышена мужчине дали наказание 5 лет химии но вскоре он вышел на свободу по амнистии родители мальчика тогда записали видео человек у которого свыше 35 административок за нарушение пдд из них большинство за езду без прав а до смертельного дтп его лишали прав пять раз в том числе и за пьяную езду его отпускают на это отреагировали в генпрокуратуре и назначили проверку и вот результат водитель снова не на свободе март берется за ярмарки и планирует менять правила их проведения министерству антимонопольного регулирования и торговли не нравится что некоторые организаторы превращают торговлю на нестационарных объектах в ярмарку если точнее некоторые продавцы представляют свои товары водя покупателей в заблуждение а по факту нет ни масштабности ни широкого ассортимента ведомстве говорят что в ярмарке должно быть не менее пяти участников а место стоит оформлять в едином стиле кроме того уточнять список сведений которые организатор должен предоставить властям еще появится список с обоснованиями для отказа в проведении ярмарки этот проект внесли на общественное обсуждение на правовом форуме до 11 октября в беларуси могут появиться детские дома при монастыре а школьную форму ведут в закон о возможных нововведениях сообщает телеграм-канал палаты представителей депутаты решили изменить закон по вопросам образования и сделали это в первом чтении так в стране может появиться новый вид социально-педагогического учреждения детский дом при монастыре а вот что касается школьной формы то ее обязательное ношение решили закрепить законодательно в беларуси создадут свой marketplace типа как озон или валберис об этом рассказали в белик проме там уточнили что работы уже активно ведутся планируется что на площадке будут представлены белорусские производители из разных сфер экономики по срокам пока никакой информации нет а давайте пофантазируем и подумаем как бы мог называться белорусский marketplace свои варианты пишите в комментариях погода продолжает исполнять во всяком случае в гомельской области у нас здесь во второй раз зацвели яблони каштаны и вишни и вуаля к ним добавились еще и одуванчики и это в начале октября но это не все на гомельщине снова проснулись мошки которая просто люто грызли гомельчан весной мы вначале сами не поверили этому видео но наши читатели признавались что действительно встречали насекомых кстати они кусаются ну а как вам погода в нашем городе пишите в комментариях на этом у меня все с вами была мария портова подписывайтесь на наши соцсети и присылайте свое видео о котором мы обязательно расскажем до завтра